Представители знака зодиака Козирог. Козироги мои дорогие, здравствуйте. Торопрогноз, как поступить в ситуации или как быть в загаданной ситуации. Давайте узнаем с помощью карт метафорических 78 дверей, каковы для нас будут подсказки. И нужно сказать, что если мы подключим нашу интуицию, ведь всегда, когда это не секрет, когда мы смотрим видео, мы все равно думаем какой-то свой вопрос. Пословно, ментальность наша прорисовывает тот или иной аспект нашей жизни, который наиболее остро стоит на повестке дня. И когда мы видим образы по картам, мы тоже как-то представляем свою ситуацию. И если мы соединим внешнее воздействие и внутренние подсказки интуиции в какой-то пазл, скорее всего, мы сумеем сложить. Давайте узнаем, что думают карты. У нас будет два варианта. Есть что будет, допустим, вы загадаете, если я поступлю определенным образом. Или если я не буду так поступать. Или поступлю другим каким-то образом. И мы раскроем, как видят карты эту ситуацию, как могут развиваться события. И я надеюсь, как раз вот альтернативные варианты событий мы с вами допускаем. Хотя, повторюсь, этот расклад может подойти и не всем. И если нет чего-то наболевшего или нет какого-то кульминационного вопроса, задачи, который нужно решить, так, может быть, и смотреть не имеет смысла. Итак, первая карта у нас, тем не менее, будет оценка ситуации, как колода карт 78 дверей видит ваш вопрос. В чем ключ или в чем проблема, как решить, как это в целом выглядит. И в этой колоде ключевые значения – это двери, которые могут быть открыты, закрыты, или их вообще может не быть, как бы нет преград. Или ключ, который нам предстоит найти, или ключа как такового нет, он нам не потребуется. Итак, первый вариант и второй вариант. И как будут развиваться в дальнейшем события, если мы принимаем какое-то первое решение, следуем этим путем, или мы делаем выбор на второй вариант, как будут развиваться события. И подведем тоже итог, как совет, достанем карту. Как карты видят? Оценка ситуации. Карта верховного жреца. Вообще, это в других колодах – это иерофант прообраз, который все знает, который умеет разгадывать тайны, который умеет решать сложные вопросы. Когда к нему обращаются за советом, который действует по справедливости, по порядку, по правилам. Нет какой-то синкопы, нет своего какого-то личного насаждения, видения в той или иной проблеме, ситуации, в каком-то решении, а все же здесь есть взаимодействие с законом, может быть, с какой-то лестницей иерархии. Или мы должны поступать буквально по традициям, как вот в той местности принято, где вы находитесь. Это сама по себе сильная позиция. Либо вас, либо это те задачи, вопросы, которые вы должны согласовать, может быть, в высоких инстанциях, или с кем-то договориться, может быть, конкретного этого касается человека, но для вас это какая-то будет отправная точка для дальнейших ваших действий. Мы должны что-то предпринять и каким-то образом согласовать, выложив какую-то стройную логическую цепочку последовательности. Давайте будем смотреть. У каждого по-своему. Нет здесь, как бы, я бы сказала, какой-то проблемы как таковой. Может быть, есть вопрос по документам, правда, или вы что-то себе запланировали, и вам приходится искать поддержку своего рода у руководителя, например, по работе. И вы обдумываете, как мне свой проект или то, что я задумал продвинуть. Или как мне построить карьеру, каким образом мне обратить на себя внимание. Или еще какая-то задумка ваша, которая тоже, так или иначе, может быть, включает в себя как и какой-то законный порядок, так и взаимодействие с персонами, которые стоят по лестнице иерархии выше, чем вы сами. Или слушать собственную интуицию. Об этом нам тоже говорит карта. Вообще это надежное положение, и можно сказать, что какой-то надежный период мы выстраиваем. Такое тоже может быть, хотя не могу сказать, что есть какая-то и проблема-то. Это к вам могут тоже обращаться, мои дорогие козероги. Как к этому верховному жрецу нам ведь говорят, что вы умеете решать сложные, запутанные проблемы, видимо, принимать соломоновое решение. Или вот этот гордив узел как-то либо распутать, либо разрубить. Это к вам, может быть, люди обращаются. И вам нужно дать какой-то совет буквально, как поступить. И, может быть, ситуация такова, что где-то и вас самих, несмотря на ваш профессионализм, ставит в тупик или вызывает сомнения. Ну, давайте будем открывать первый вариант. Рыцарь мечей. Нам показаны врата, которые практически закрыты, и они откроются только лишь от наших усилий. Буквально персонаж пробивает эти ворота, и здесь от нашей какой-то физической формы может зависеть какая-то ситуация. Но мы ведь можем находиться и с другой стороны этих дверей. Вот переложите на себя, на вашу ситуацию, как это может проиграться. И тогда, о чём нам хочет сказать карта, часто в других пусть колодах, это тот человек или какая-то проблема, которая, ну, знаете, нежданно-негаданно в нашей жизни появилась. И где-то она нас ставит в тупик. И что нам хочется сделать, это где-то уйти от неё. Или словно закрыться, словно абстрагироваться, удержать какой-то нейтралитет. По карте нам могут говорить ещё и о том, что мы пытаемся уйти от назойливых людей или от тех, которые нам буквально могут помешать, нарушить какой-то наш гомеостаз, которые врываются в нашу жизнь без приглашения и пытаются нами ещё манипулировать или где-то насаждать в свои какие-то порядки. Почему по рыцарю мечей, часто в других колодах, ну, по крайней мере, в колоде второй иллюминатов, борец без причины, так и называется карта. Ну, вот что-то подобное нам демонстрирует и колода 78 дверей. И мы можем оказаться в той ситуации, когда для нас нужны будут двери, чтобы словно защитить себя от нападков вот таких непрошенных гостей. Давайте мы откроем. Тогда я могу сказать, очень сложно пробить вот эту дверь. И нам, кстати, я надеюсь, это видно, нам зажмурился персонаж, который изображён на карте. Он пытается пробить эту дверь. Нам не говорят, что ему это удастся, но определённо он настроен бить лбом буквально эту стену, пока не откроется дверь точнее. Давайте мы узнаем, что же по этой ситуации, как она будет развиваться. Мы должны, может быть, отправиться в путешествие, мы не останемся в одном каком-то положении. Мы должны продолжать свой путь, чего бы это ни стоило, и быть открыты миру, и быть готовым к тому, что тысячи каких-то неопределённостей или как раз варианты альтернативных развитий событий, так и нашего восприятия нам встретятся на пути. Двери будут открыты, и, скорее всего, можно предположить даже, возможно, это либо вход в крепость, либо вход в храм какой-то, может быть, старинный, какой-то заброшенный. И будет очень много новостей. Посмотрите, сколько птиц. Будут изменяющиеся события, и нам показан рыцарь Жезлов, который одет в доспехе, он как будто бы защищён, его состояние ничто не может нарушить. Но он и действовать собрался, он просто путешествует, и лошадь-то у него так достаточно медленно идёт, нет скорости, тем не менее, на этой карте. Но нет у этого рыцаря ни Жезла, ни кубка даже, да, и уже не говоря про то, что меч какой-то, у него нет ничего, пустые руки. Есть он сам, есть его какие-то мысли, задумка, и он просто идёт вперёд. Вот что-то такое, как будто будут развиваться события, что-то не закончится, будет иметь продолжение. И от того, как мы будем правильно взаимодействовать с миром, от того, как мы будем пользоваться теми новостями, которые придут на наш порог, или войдём ли мы вот в эти врата, чтобы осмотреться, может быть, укрыться, может быть, мы узнаем какую-то истину. От того, как мы будем пользоваться всем тем, что нам дарит Вселенная, будет зависеть ход дальнейших событий. И если мы говорим, для кого-то из вас вы пытаетесь решить, допустим, вопрос с документами, и вы хотели бы уехать, поменять место жительства, я, к примеру, говорю, вы можете переложить на свою ситуацию подобную. Так вот, как будто, да, какое-то время вы не можете каким-то образом изменить ситуацию, но мы можем как будто и укрыться, и, находясь под ту сторону дверей, развернуться и пуститься совершенно в противоположном направлении. И поэтому, если мы говорим про документы, к примеру, вы их, безусловно, получите. Но, может быть, это от вас потребует каких-то, ну, с одной стороны, как и действий или взаимодействия с людьми, совсем не в том ключе, как вы предполагали. Так и может свидетельствовать о том, что придется использовать какие-то возможности, которые у вас сложатся на данный момент времени. Если вы спрашиваете о том, насколько надежна будет моя, допустим, позиция, безусловно, позиция тоже будет надежна. А если мы говорим, насколько я смогу решить тот или иной вопрос, ну, буквально, наверное, нет, потому что нам придется пробивать какую-то врата или какую-то дверь, прикладывая много или затрачивая много физических усилий. И мы так или иначе придем к выводу, что, может быть, такое сложится, что, нет, нам в этом направлении идти не нужно, но себя мы где-то обесточим, и потом пойдем все равно. То есть движение какое-то будет, но мы столкнемся с какой-то непреодолимой преградой. Или просто тут двояко. Кто-то может из вас находиться по ту сторону вот этих врат, а кто-то из вас в роли этого персонажа. Переложите на себя. Давайте откроем второй вариант. Ну, здесь у нас старший аркан влюбленные, и здесь как раз не силовые какие-то методы, а умение договориться, дипломатия. Есть и выбор, безусловно, когда нам придется его делать. И молодой человек, который явно пришел со своей спутницей, но он сумела его цыганка обворожить настолько, что спутница оступила на шаг назад, и как будто она терпеливо ожидает, чем же закончится этот процесс, гадание. А молодой человек, он уже больше настроен в сторону именно той цыганки, которая ему что-то говорит, и видно, что она лояльно к нему относится, и она знает явно свое дело. Поэтому сделать какой-то правильный выбор для вас будет очень важным. С другой стороны, это и карта дипломатии. Мы можем задумать все, что угодно. Может быть, нам ведь не говорит карта, что он поддастся чарам цыганки. Может быть, он вынужден демонстрировать вот свою увлеченность или заинтересованность в этом гадании. А сам он, вот, наверное, как мы сейчас с вами, какую-то свою ситуацию проигрывает и думает, как могут развиваться события, если я поступлю первым образом или вторым образом, или еще какие-то применю действия. Вот, ну, выбор и взаимодействие, безусловно, идет по этой карте. Но сама карта по себе добрая. И поэтому больше лояльности, как и нашей, к миру, так и, в принципе, ведь нет каких-то врат, а есть только наше решение. И, значит, ключи, ничто иное, как наше, принятая какая-то или допустимая, может быть, как альтернативная мысль, или мы допускаем, что не все будет идти вот гладко, как мы бы это хотели, а нам придется где-то или идти обходными тропами, или какую-то лазейку искать, или, ну, вот, не все так ровно, гладко будет. И это тоже своего рода ключ к тому, чтобы мы отправились и достигли в конечном итоге то, что мы себе планируем, какую цель, направление мы планируем достичь. Вот, но более, безусловно, приятной энергии, нежели тот человек, ну, у нас, точнее, персонаж, пытается пробить буквально врата. И как будет в дальнейшем развиваться ситуация? У кого-то, видите, может быть и личная ситуация здесь, когда мы пытаемся настоять на своем или пытаемся что-то выяснить, докажем мы или нет, неизвестно по первому варианту, но как будто путь-то мы продолжим. Продолжим и все равно, возможно, придем к тому, что называется, как по карте влюбленный, выбор его величества. Мы будем на каком-то перепути, потому что много информации мы за это время получим, но выбирать нам как будто все равно придется какое-то важное решение делать. И в дальнейшем рыцарь Пентакли нам не говорит, кстати, карта о чем-то долгосрочно серьезном. Принц Пентакли едет медленно, но если мы говорим, открыты ли будут для нас врата, или вот эти самые двери, то нас как будто ждут и ожидают. Какое-то дело у нас получится наверняка от взаимодействия, может быть, с человеком, или у нас есть тот человек, который словно с нами заодно. И это значит, какое-то взаимодействие продолжится. Очень интересно. Обратите внимание, даже платья отчасти похожи на девушках, они такого лилового слегка цвета. Ну и коричневый костюм, как на нашем, ну, не совсем, не буквально, но тем не менее уже словно рыцарь спешит с подарком. Какой-то вопрос у вас получится решить, но это своего рода марафонский забег, когда нам придется преодолеть медленно какой-то путь. И значит, какой-то наш план, какая-то наша цель будет достигнута. Карта не говорит о конечной точке, то есть она вот уже видна, и вот уже встречают. И, видимо, ключи, чтобы открылась эта дверь, это не что иное, как вот эта девушка. Она сама откроет нам дверь. Что это может быть? Либо какая-то ваша личная история, мои дорогие козероги, либо тот человек, с которым вы договариваетесь, и который вам что-то пообещал. Может быть, есть у вас вопрос на повестке дня, а могу ли я доверять этому человеку? И тогда, судя по этим картам, да. А с учетом Верховного Жреца, вполне вероятно, я могу так предположить, что даже если мы попробуем один какой-то путь, мы просто быстро убедимся или придем к выводу, что нам все равно придется с кем-то договариваться, искать общие точки сборки или заключать какой-то почетный компромисс, каким-то образом взаимодействовать. Давайте посмотрим, как видят карты, да, совет. Семерка жезлов. Там показан человек в хорошей физической форме, прошу обратить внимание. И камень выступает в роли дверей. И нам не говорят наверняка, мы не можем понять, не то закрывает он эти двери, не то он открывает, не то он хочет что-то спрятать или спрятаться сам, может быть и так. Либо он наоборот просто пришел и хочет освободить кого-то, так ведь тоже может быть. И от наших приложенных усилий, от того, как мы примем какое-то действие, будет зависеть то, насколько в дальнейшем будет строиться наше благополучие. Правда, его величество выбора нужно делать. Или мы можем где-то застрять в позиции вот этого человека, когда непонятно, нам, может быть, останется только задвигать этот камень или потом отодвигать. Если в личной жизни мы можем протянуть с каким-то решением, а потом в последующем буквально остаться в одиночестве. И по жрецу ведь тоже, ведь это он сам по себе. Поэтому все будет зависеть от того вопроса, который вы для себя поставили. Планируете вы то или иное взаимодействие или для вас будет, наверное, важным продолжить путь в одиночку. Наверное, как в той поговорке «Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, иди вдвоем». Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!